Всем привет, с вами снова Соколов Григорий. В этот раз я хочу провести тест модульной палатки Lotus 5. Ее мне предоставила фирма Lotus как спонсорскую помощь для проведения детских платочных лагерей, в которых я постоянно участвую. Задача довольно простая, нужно в ней пожить в зимнее время хотя бы несколько дней. Для начала я вам покажу как она устанавливается. Перед тем как ставить палатку вы должны найти точку опоры, к которой вы ее можете привязать, так как в случае порыва ветра вы можете ее лишиться. В данном случае я использовал ледяной бур. Моя палатка состоит из двух модулей Lotus 5 и Lotus 3. Палатки собраны на трубчатом каркасе, соединенным в общую конструкцию напоминающий зонт. Желательно чтобы вход смотрел в сторону откуда дует ветер. Перед установкой обязательно фиксируем палатку оттяжкой за бур. Далее накинув палатку на себя, взводите механизм, который ее расправит. Если вашего роста не хватает дотянуться до самого верха, можно повторить эту же самую процедуру в открытом входе, положив палатку на бок. Обязательно зафиксируйте механизм раскрытия палатки шпилькой. Как вы заметили у палатки есть два фартука, один направлен наружу, другой идет вовнутрь. Это позволяет исключить сквозняки внутри палатки. Я эту палатку собираюсь использовать для стационарного проживания, поэтому мне нужен утепленный пол. Утепленный пол скроем из двух частей, которые ровно подогнаны под грани палатки. Чтобы пол не съезжал, он имеет особое крепление запуклей. Если вы собираетесь жить с печкой, стоит развернуть пол на одну грань. Когда вы не будете беспокоиться, что угольки, высыпающиеся из печки, брут его плавит. В том месте, где будет стоять печка, стена укреплена термостойкой тканью. В однослойных палатках часто образуется конденсат в виде капелек воды или инея. Чтобы избежать всыпания конденсата на спальнике, следует внутри обязательно повесить полок или установить внутреннюю палатку. В моем случае полок собран из нетканого полотна, который полностью повторяет контуры палатки. Перед развешиванием полога нужно обязательно проследить, чтобы вентиляционные окна совпадали с окнами, которые находятся на тенте. Полок очень легко закрепляется при помощи крючков. Чтобы низ полога не трепался, края его усилены синтетической ткани. Если жить в палатке в пятером, нужно обязательно место, где бы можно было оставить свое снаряжение и стряхать снег перед заходом в палатку. Для этого нам поможет еще один модуль Lotus 3. Его мы будем устанавливать уже без полога. Установка палатки идет по такому же принципу. Установка палатки идет по такому же принципу. У каждой из этих палаток по два входа. Поставив палатки арочными входами друг к другу и соединив их специальным переходом, мы получим жилой комплекс из двух отсеков – жилого отсека и прихожей. Для удобства в переобувании прихожей половину пола тоже следует покрыть утепленным полом. После установки палатки ее следует окончательно закрепить за буры, используя оттяжки. Оттяжки упакованы в специальные кармашки. Если у вас нету буров, то на льду вы можете использовать обычные столярные гвозди. На глубоком снегу можете закопать оттяжки вместе с привязанными к ним палками. В лесной зоне вы можете использовать дополнительно растущие вокруг растения. В комплекте к этой палатке мне дали вот эти буры. Шикарные буры, хорошо завинчиваются, но у них есть одно маленькое «но». Нехорошее «но». Вот этот вперед сверху, он проходит насквозь. И получается с чего? Когда вы сверливаете в лед, лед, который образуется излишки льда колотого, они идут через этот хоботок, должны выходить отсюда. У нормальных ледолазных, скажем так, буров, вот здесь выход свободный. И когда просто бур немножко погрел, этот лед, который там внутри уже вмерзается, он вылетает наружу. Тут же он заклинивается. Вот два бура, пока их не разогреешь, они не освободят этот лед, потому что здесь он заклинен. И главное, что самое то же обидно, что с этой стороны ничем не протолкнуть. Очень неудобно. То есть надо как-то очень чутко отогревать, причем ко рту прикасаться очень не хочется, так как боишься, что страшно, что просто потом сейчас морозно. Можно даже ее остаться. В общем, так можно, в принципе... Да, это большая проблема. О, кстати, влезает, смотрите-ка. О, вот единственный вариант, который, в принципе, возможен для такого вот освобождения. То есть надо насчет этой штуки думать. Или делать штырек, который достается отсюда, в какой-нибудь форме кочерги, чтобы можно было завинчивать. Очень надо что-то, не знаю... Вот это проблема у этих колышек. А так, в принципе, углы рассчитаны хорошо, заточка замечательная. Во льду делается замечательно, но вот это, конечно, нехорошо, непродуманно. Руками отогревали. Что самое, видно, что стучать нельзя. Будешь стучать, резьбу повредишь. Надо что-то... Был бы толкатель, так можно пробить, а то туда с шпилькой так она не дает нифига. Как видите, в установке этой палатки никаких больших премудростей не нужно. С этим управляется один человек. Так как палатка пятиместная, остальные четверо человек могут заниматься заготовкой дров, приготовлением еды и другими бытовыми делами. Для того, чтобы установить печку, мне пришлось немножко модернизировать дымоход. Чтобы полок не прижимался к печи, у него есть дополнительные застежки. Между дымоходом и окном для трубы прокладывается минеральная вата. Поставив дымоход вертикально, появляется большой риск прожечь тент из-за падающих искр. Я для данной палатки сделал наклонный дымоход. Чтобы дымоход не перевешивал, я его подвязал к оттяжке металлической проволокой. Теперь, даже если будут образовываться искры, они будут улетать от палатки. Сегодня четвертое января. Каникулы. Мы решили испытать палатку отдельно от детей. Нужно проверить эту палатку, можно ли ее использовать вместе с детьми. Сейчас ночь. Времени 9.40. Чтобы видели, что 9.40 это точно. В палатке у нас спит 1, 2, 3, 4. И на меня тоже местечко немножко найдется. Как раз она оправдана то, что пятиместная. Плюс здесь еще стоит у нас печка. А как же, вон там еще один человек. А, да-да-да-да, вот еще у нас еще один человек спит. Кверху брюхом тащится. Так, значит у нас есть печка. Печка работает в таком спокойном щадящем режиме, так как она довольно жаркая. И когда она слишком жарко печет, то довольно плохо становится. Значит, чтобы было более-менее понятно, какая здесь температура внутри. Значит, возьмем тепловизор и посмотрим. Давайте сначала начнем, не знаю, сверху или снизу. Давайте сверху начнем с потолка. Значит, вот, ой, сейчас секундочку. Вот в этом месте, вот здесь циферки показывают, какая температура. Ну вот, сами видите, 57 градусов, 56, 60 градусов. То есть это вот у нас температура у потолка. Вот в этом месте черненькое, это там самое, это лежат вещи холодные. Так, посмотрим, что у нас на земле. Ну вот так, чтобы было понятно. Вот давайте на ноги посмотрим. Вот у нас ноги. Так, что-то сейчас поликодируется. Так, где у нас ноги, вот они. Температура 38, ну это она возле печки находится. Так, хорошо, вот шмотки, которые лежат на земле. Вот 28, 29, 30, 32. Ну то есть температура чуть, вот давайте вот холодненькая самая, 18, но это у нас где? Так, это вот лежало под шмотками. Сейчас вот то, что не греет ничего. Так, смотрим. Ну вот, 22 градуса. 21. Так, значит, чтобы понять, насколько это тепло, нужно понять, какая температура находится на улице. Значит, сейчас мы откроем вторую дверь. Вот это у нас первая дверь. Ой, проснулся, бедняжка. Проснулся. Так, вот у нас это первая дверь. Там у нас основной вход. А вот это у нас вторая дверь. Так, вот откроем сейчас ее. Вот у нас тент. Так, сейчас мы его тоже откроем. Так, выставляем прибор на улицу. Так, смотрим. Так, минус 39, минус 40 температуры. Вот что-то там горяченькое что-то. Минус 31. Так, вот самое холодное, это самое черное, от минус 40. Так, вот такая температура на улице. Так. То есть палатка, в принципе, вполне приемлемо себя чувствует в зимнее время, при минусовой температуре. Но, тут нужно одну вещь как бы тоже учитывать. Во-первых, тут мы сделали маленький апгрейд. В каком смысле? Мы сверху на палатку положили еще тент. Потому что прошлая ночь была тоже такая же морозная. И было немножко, ну скажем так, все-таки немножко чуть-чуть попрохладнее. Чуть-чуть попрохладнее было. Поэтому сейчас сверху наложили еще сверху тент. То есть часть тепла. Как бы там, как дополнительная защита есть. Дальше с чего еще? Значит, перед тем, как поставить палатку, у нас был выкопан ров. То есть мы убрали весь снег до самой земли. И вчера, скажем так, тоже с земли шел холод. Большей, ну к большей степени, как сказать, ну к большей площади. Шел холод и как бы тоже немножко холодило. Ну, я спал как бы вот в чем сейчас нахожусь, без спальника. Просто сверху лежал, но все равно как бы вот печка горит. Вроде бы тепло. Вот сейчас земля уже сухая вся абсолютно. Вот, не знаю, видно, не видно. Все уже сухая абсолютно. Ну, особенно под печкой, так это да. И, в принципе, здесь уже теплее стало. Завтра будет еще теплее, скорее всего. Вне зависимости от того, что на улице творится. Естественно, на льду, наверное, будет или чисто на снегу спать будет, ну немножко прохладнее. В общем, так. В общем, вот и попрожли мы этой палатке пятеро суток. Все рождественские праздники при 40 градусах морозе. Что я могу об этой палатке сказать? Палатка замечательная. Пошив замечательный. Швы идеальные. Я вот когда узнавал у многих фирм, где они шьются, оказалось, что многие фирмы шьются в Китае. Эта палатка, как ни странно, шьется у нас. Где-то там под Москвой. Я не знаю, кем шьется, но шьется, блин, вообще изумительно. Все швы идеальные. Очень здорово все продумано. Ну, не считая некоторых нюансов. Так как вот эта палатка сама была предусмотрена как баня, а не как зимняя палатка для походов. Там появились некоторые нюансы. Например, при входе, из-за того, что для бани, например, пришел пристегиваться отдельно от двери, которая может открывать снизу, ее невозможно установить при соединении с другими палатками дополнительно. И получается чего? То есть вы присоединяете переход, а дверь, получается, открывается так, что хлястик, весь этот проход, дверь открывается сверху вниз. И весь теплый воздух уходит. Получается маленький минус. Ну, может быть, потом как-нибудь фирма Lotus как-нибудь подумает и что-нибудь учет это. Может сделать вход не в форме дуги, вот вертикально, а вход в форме дуги горизонтальной, например. Было бы довольно неплохо. Внутренний материал. Замечательная штуковина. Очень хорошо себя рекомендуют, как вот самое средство для того, чтобы конденсированная и замерзшая влага, которая конденсируется на внешнем темпе, чтобы не сыпалась на жильцов. То есть она просто льет просто... Послушайте, звенит. Вот сыпется, как стекло. Вот. Чтобы этот лед не сыпался на спальнике и не таял у вас. Вот этот полок хорошо нужен. Плюс он еще сделан из нитканого волокна. Это как валенок. Он довольно теплый. И даже если он примерзает к внешней стенке, но вот вы трогаете его руками, он теплый. Все равно теплый. Но опять же, он изнашивается опять же. Вот, например, если посмотреть вот в этом месте, вот здесь видно, что он как вот легкие катышки скатывается. Здесь постоянно просто выходят люди и выходят. Вот видно, катышки такие легонькие появились, скатываются, стираются. То есть вот тут, я не знаю, может быть скоро уже что-нибудь разойдется. Ну, будем надеяться на лучшее. В крайнем случае, вошьем сюда другую дверь. Так. Чего еще? Можно сказать об этой палатке. Такого, как сказать, из того, что мне как бы не понравилось. Мало карманов. Вот грани здесь вот сколько-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть хоть? В общем, вот свободные грани, раз, два, три грани. Вот свободные. На них, вот тут, например, можно было бы повесить кармашек в конце концов. В принципе, не помешало бы. Может быть, снизу, ну тут снизу так-то везде карманы есть, но они прижимаются шмотками чаще всего. И их просто, ну, на них добраться, наверное, бывает тяжеловато. То есть чуть повыше. Мало только здесь и здесь. Плюс эти карманы, они оттаскивают стенку от внешнего тента и дают воздушную прослойку, теплую прослойку. У внешнего тента есть, конечно, там специальный клинышек, который оттаскивает стенку от внутренней платки. Но все равно, как бы, вот, например, та стенка, она примерзает часто. Вот те стенки, на которых карманы висят, они примерзают значительно меньше. Так, верхние клапана. Там, где выходят излишки воздуха теплого. Такое количество оно, в принципе, не нужно. Вот здесь раз клапан, здесь два клапана. Два клапана. Одного клапана вполне бы хватило. И, может быть, чуть-чуть подумать насчет того, чтобы закрывать его поплотнее. Потому что все-таки, как бы, вот сильный мороз, и начинаешь теплый воздух экономить. И вот сейчас, в данном случае, нам пришлось накрывать все это теплой тканью. Как сказать, костровым тентом все это накрывать. Чтоб клапана как-то были поприжаты, и уровень теплого воздуха отпустился немножко пониже. Вот здесь, в данном углу стоит поддув для свежего воздуха. Вот в этом месте. Делаем трубочка такая. Немножко не понимаю, зачем она нужна. Потому что тут, как такого дна, все равно нету. Нет, как такого дна в этой палатке. Палатка ставится, как бы, как колпак. Дно настилается. То есть, когда вам нужно, например, быстренько уйти с места, смотаться. То есть, быстренько палатку сдернули, убрали, шмотки все на земле остались. Свободненько. А потом подходи, рюкзаки собирай. Это хороший плюс. Но это же, как бы, не дает никакой герметичности снизу. То есть, там вот эти боковые щели, они все равно, хотите или не хотите, все равно останутся. То есть, там так не загерметизировать, чтобы вообще там было не протохнуть. Это не сделать, просто так сказать. То есть, вот это под угол, оно просто, как сказать, ну, не знаю, может, как сказать, какой-нибудь там коммерческий ход, какой-нибудь так. Очень понравились окна. Очень понравились окна. Никакого, как сказать, мудряже, просто... Ой, фонарик упал, ладно, ничего страшного. Открыли клапан. Здесь, в внутренней палатке, открыли молнию и посмотрели все, что находится на улице. Прямо, воочию. Какая погода, что там на улице происходит, какое зверье гуляет. Да, потепело или не потеплело. Так, значит, чего еще? А, да. Значит, вот здесь очень понравилось решение насчет этого пристегиваемого лючка сверху. Во-первых, это дает возможность быстренько вам добраться до самооборудования открывания и закрывания. Во-вторых, на этом лючке можно расположить вещи, которые нам предложили для сушки. В-третьих, это очень удобно, когда вам нужно очень быстро переместиться куда-нибудь. То есть, вы берете, разбираете конструкцию, ее там само складываете вместе с внутренним, не снимая внутреннюю подкладку. Сильно, не сворачивая, то есть, одной большой колбасой переносите на новое место и точно так быстренько там ставите. Старайтесь, кстати, еще раз напомню, не забывайте вставлять вот этот замочек в верхний вот этот паучок. Почему? Если вот эта такая рамка, открытая у вас перед глазами у кого-нибудь, не знающего человека, он обязательно схватится за нее рукой. Схватишь за нее рукой, если не будет у этого замочка стоять, то вот этой пупочкой он получит в темечко с такой силой, что надо запомнить на всю оставшуюся жизнь, если не потерять память, конечно. Поэтому вот этот замочек всегда должен здесь стоять. Так. Высота палатки, конечно, она хорошая, то есть, объемная. Ну, естественно, веником махаться само а то. Но вот при этой такой высоте появляется маленькая проблема. Опять же, насчет входа. Вход, получается, очень высокий здесь. И, допустим, вот у нас есть девушка, которая высотой всего лишь полтора метра, ей с улицы дотянуться до верха, получается, очень тяжело. Ну, нет, здесь внутри нормально, то есть, как бы, вот подошел тут и взялся, допустим, за конь замочек. Но с улицы ей приходится, в общем, каждый раз, в общем, принимать в фото цапли. Даже не знаю, там кого, павлины или там ласточки какой-то там. Моя цапелька. В общем, дотягиваться кое-какие тут с чертову двери это открывать. То есть, если вот, например, ребенок маленький, немножко поменьше размера, ему это сделать будет очень затруднительно. То есть, ему эту палатку будет, если только что ее поднимать и залезать под низом. В общем, палатка, в принципе, замечательная. Да, она для определенных условий, может быть, требует доработок. Но, я говорю, эту палатку брал только лишь чисто для зимних походов. Я, ну, как сказать, ну, конечно, баню, может, я ее попользую когда-нибудь. Ну, вот у меня был замысел именно как зимние походы. Может быть, фирма Лотос может дорабатывать какие-то вещи, вот насчет условий зимних походов, что-нибудь думать. Потому что чаще она, как раз, вот как я видел в рекламах, только что там сама, ну, в рекламах видеороликах, в основном ее показывали в летнем варианте. Хотя фотографии показывали и в зимнем варианте. Для кого эта палатка подойдет? Ну, в первую очередь, эта палатка подойдет тем, кому не важен вес. У кого есть транспорт, хороший большой багажник, кто может эту палатку увезти. Потому что, действительно, она довольно имеет большой объем. И довольно приемлемый, да есть такой неприемлемый большой вес. Если, например, палатка зима, вот туристическая, например, весит около десяти килограммов, ну, с тентом там может около двенадцати, плюс печка там чуть-чуть, то есть, ну, килограммов до пятнадцати может дойдет, то вот эта вся бандура будет весить, я даже затрудняюсь сказать, но она весит довольно весомо. Плюс большой объем, очень большой объем. Ну, опять же, она очень удобна вот именно в быстрой установке. То есть, вот, допустим, вот она удобна, например, вот как нам, например, в данной ситуации. То есть, мы сейчас приехали в лагерь, поставили ее и несколько дней не сходим с места. Поставили ее, все. Потом за нами взойдет самотранспорт, снегоходы, мы все загрузили и все уехали. Замечательно. Например, для проведения соревнований каких-нибудь в природе тоже очень удобно. Например, нужно где-нибудь быстренько организовать какое-то место судейства, например, какой-то этап по туристическому многоборью, плюс плохая погода. Быстренько пришли, эту палатку как зонтик поставили, все, замечательно. То есть, судьям есть где укрыться. Есть кому посидеть, секретарю там что-либо писать. Может быть, удобно она для каких-либо рабочих. Тоже очень удобно. То есть, допустим, куда-то там, опять же, где есть техника, которая вас оставила быстренько, то есть, вещи выбросила, уехала, вы быстренько поставили, все. Вы сразу же быстренько в комфортных условиях становитесь. То есть, эта палатка не для того, чтобы таскать с собой ее в поход и каждый день ее открывать и закрывать. Что же еще такое раскатение? Да, в принципе, я думаю, больше уже и раскатать-то больше не о чем. Мне почему так кажется. Да, наверное, все. В общем, спасибо вам за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Заходите ко мне на струничку в YouTube и Вконтакте. Может, вы там что-нибудь для себя найдете еще интересное. С вами был Соколов Григорий. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok